Итак, ребята, продолжим. Я сейчас хочу, чтобы мы рассмотрели пример Sark Quark с сайта Python, но при этом мы увидели, что происходит, то есть как функция использует словарь и кортеж. Хорошо. Ребят, теперь становится вопрос, зачем вам это? Я хочу, чтобы у вас укоренилось в голове, когда вы используете аргументы, что это обязательно будет, скорее всего, не скорее всего, это будет итерация. Да, то есть, поэтому, возможно, где-то мы будем пересекаться, и нам не хватает знаний. Да, сейчас. Поэтому, да, типы данных встроенные мы будем изучать позже, но сейчас надо их коснуться. И все-таки, немножко подобраться нам понятий основных, чтобы двигаться дальше и понимать работу функций вообще. Итак, сейчас, пока мы посмотрим, вот мы взяли здесь несколько типов данных. Давайте мы немножко подведем итог. И я объясняю, не надо злиться, если будет где-то что-то повторяться. Повторение мать учения. В данном случае нам понадобится сейчас словарь и кортеж. Давайте подпишем и вообще заложим какие-то основы, да, для дальнейшего изучения. Это у нас строка. Следующая у нас словарь. Следующая у нас список. И следующая у нас кортеж. Кортеж. Это я не взял, но есть еще числа, да, но это и так понятно, числа. По числам мы берем отдельно. Итак, все проходили среднюю школу, но здесь рекомендация такая по числам. Если писать в программах, как мы писали, там более или меньше одного, то в принципе хватает одного Python. Кому надо сложные математические вычисления, то, конечно, лучше взять, допустим, библиотеку NumPy, где будет уже и десятичный, и там сколько хотите нулей сделаете. То есть специально заточенные библиотеки. Нам пока это не интересует. Что нам сейчас важно с этого понять? А давайте-ка мы... Сейчас у нас вызовет ошибку. Абсолютно верно. Ключ значения. Словарь. Пробуем так. Что бы она нам не дурила голову. Так. Давайте сейчас понятия, которые нам нужны. Итак, первое понятие. Объект. Еще раз. Объект. Все дочитать после уроков. И описать. Объект. Можно. Объект. Программирование. Некое существо в церковом пространстве, обладающее определенным состоянием, поведение, имеющее определенные свойства, атрибуты. Иными словами. Я бы вот вам как порекомендовал запомнить. Объект всегда имеет свойства и состояние. Возьмите абсолютно любую вещь в вашей комнате, книгу. Она имеет свойства высоту, ширину. Она имеет состояние. Она сейчас там сухая, мокрая, она из чего-то сделана. Она имеет, грубо говоря, то, что имеет, что можно измерить, увидеть. Не важно, как это называется, это может быть, нет, неправильно сказал. Вот для того, чтобы понять, что такое объект, возьмите любую вещь в вашей комнате и назовите то, что, какими свойствами он обладает. Обязательно это проделайте. То есть, цвет, размер, вес. Вот когда это имеет, это и есть объект. То есть, когда можно эти свойства перечислить или каким-то образом измерить, это и есть объект. Так как эти свойства в программировании и меняются. Так вот, все в Python, кстати, в Kotlin и в GC, все является объектом. Теперь, следующее. Мы сейчас втолкнемся, вы поймете. Теперь, вот смотрите, вы вроде видите эти типы, хотя сами мы типы будем изучать позже, но ведь все просто. Понимаете, мы думаем, допустим, ой, вот я буду изучать там словари. Да, ребят, все намного проще. В Python все, кроме словарей, последовательность. Набираем. Ну, допустим. Так, в общем, я вам попроще объясню. Просто думал, в Википедии есть. Иными словами, ребят, вы улицу любую можете представить? Там есть номера от одного и пошли далее. Это последовательность. Берите, разложите несколько элементов один за одним. Это последовательность. Когда элементы идут одним за одним. Один за одним. Ну, давайте вот такую вещь, чтобы было понятно. Вот я... Копировать. Вот у меня разложены определенные элементы. Это не важно что. Сейчас это квадраты, круги. На них вместе может быть все что угодно. Иными словами, просто посмотрите на это. Если мы посмотрим на это, то понятно, мы видим, есть начало. Сейчас, секунду. Есть начало. Есть конец. Последовательность всегда. Просто в любых последовательностях первый элемент начинается не с единицы, а с нуля. В языках. В языке. По крайней мере, в Python. То есть, значит, мы можем что сделать? Пересчитать. Это у нас ноль. Это у нас первый. Это у нас второй. Это у нас третий. И так далее. Скажите, пожалуйста. А теперь смотрим на язык. Берем тип данных список. Берем тип данных строку. Берем тип данных кортеж. Я как раз пишу, как он обозначается. Называть так не надо вам, потому что это зарезервированные слова. Просто я пишу, как в языке называются эти вещи. Беру я кортеж. Все. Словарь не относится к последовательности. Если мы возьмем словарь. То здесь идет ключ. Значение. Значит, кроме словарей, все другие объекты, то есть, которые мы будем оперировать в последовательности. Например, когда мы бы хотели в функции описать улицу, в которой 50 домов. Сказать это понятно. В улице 50 домов. Но в жизни, то есть не в жизни, а для языка, это было бы непонятно. По одной простой причине, потому что надо как-то разместить. Понятно теперь одно, что можно было бы сделать следующее. Создать функцию. В которой, допустим, указать один обязательный аргумент или параметр. И далее разместить все это в список. То есть, номера домов и сами дома мы могли бы разместить в список. Мы могли бы расширить и сделать, разместить также в другие списки цвет домов, другие свойства. То есть, устройство двора. Но для этого понадобились классы. Я просто вам хочу сказать, что в функции мы потом будем размещать то, что нас интересуют определенные свойства, в эти вот встроенные типы данных. Словарь, список, кортеж. Пока нас интересует словарь и кортеж. Ну, список я затрагиваю по одной простой причине, что он изменяемый тип данных. Есть изменяемые, неизменяемые. Кортеж неизменяемый. То есть, когда мы будем писать то, что нам очень важно, например, доступ к банкомату только через пароль. То есть, мы делаем все, что закрыто, при помощи кортежей. Кортежи нельзя изменить извне. Он является неизменяемым типом данных. Теперь, если вы посмотрите на эту последующую, то вам становится вполне понятно. Давайте подумаем. Ну, вот логически. Мы же можем добавить элемент какой-то, да? Добавить там круг или ромб, или неважно что. Можем. Значит, в последовательности должны быть методы для добавления. Мы можем переместить элемент. Да, можем. Но не везде. Допустим, в списке можно, а это в кортеже не всегда можно. Да? То есть, мы это сами решаем. Поэтому, в зависимости от ситуации, мы будем выбирать определенный тип данных. Учитывать, насколько быстро должна делаться работа. Если быстро, значит, конечно же, будем использовать словари. Насколько закрытой должна быть работа, значит, кортежи. Насколько надо много функций, значит, список будем брать. Дальше. Мы можем посмотреть каждый элемент. Да, можем. Значит, доступ к элементу. Мы можем дойти именно к определенному элементу. Да, можем. Значит, должны быть методы, как получить доступ к этому. Мы можем посчитать все элементы. Да, можем. То есть, значит, нам надо понять, как это. А вот как это, давайте сразу изучим, потому что будем это постоянно применять. Итак, ребят, я сейчас прошу потом себе записать, набрать итератор. Это объект, который способен перебирать элементы контейнера класса без необходимости использовать. Например, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Вот в пятом уроке, да, вот когда мы в предыдущем, когда мы делали for, да, мы проводили итерацию. Значит, вам надо сейчас понять понятие итератор. По сути дела, ведь нас мало интересует, как это все делает Python. Нам надо знать только сам механизм. Для этого мы использовали цикл for. То есть, ключевое слово for, дальше слово in, где перебрать. Далее указывали сам аргумент. И указывали, можно выдумать любое имя, временную переменную. Нам надо понимать только сам механизм, да, вот итератор. Дальше. Второе понятие, которое я вас прошу сейчас выучить, итерируемый объект. Это объект, который способен возвращать элементы по одному. Просто пока это запомните. И итерация. Итерация повторения какого-либо действия. Если применительно к Python, то это, иными словами, пересчет. Когда мы будем делать с вами цикл for, то есть, будешь считать. Первый, второй, третий, четвертый выдало в этой последовательности 15 элементов. То есть, это называется на языке программирования провести итерацию. По сути дела, для вас важно понимать в принципе слово итерация. Я не требую сейчас от вас понимать, вы просто почитайте итератор, итерируемый объект. Но это все у вас отлетит. Останется одно. Итерация. Для вас должно быть слово итерация, это пересчет. Пересчет и все. Так как само по себе действие, оно для вас будет легко запоминаться. Вы просто раз навсегда поймете и запомните, что это при помощи, удобно делать при помощи цикла for. Все. Конструкции поняли. Дальше себе проводите итерации, подсчитывайте все, что хотите. Сколько там мы подсчитывали число, да. Можно все, что хочешь считать. Итак, это нам понятно, да. Итерацию мы изучили, да, с вами поняли эти понятия. Теперь, поэтому, как я сказал, последовательность, то есть типы данных будем позже изучать. Вы встретите в своей практике еще с таким понятием массив. Что такое массив? Ребят, ну, представляете себе коробку. Коробку, обычную бумажную коробку. Вот возьмите туда, положите пять вещей, это вот у вас массив. Называйте просто эту коробку массивом, и теперь вы можете положить туда, достать каждую вещь оттуда. В Python тоже применяются массивы, но они, допустим, созданы в библиотеке NumPy. Она работает на массивах. Просто там есть, мы сейчас не будем внедряться, просто скажу, есть многомерные массивы, одномерные. Пока это не надо. Пока просто общее понимание, вы поняли, да. В Kotlin используются массивы в основном для хранения типов данных, да. То есть это понятие нам нужно. Но в встроенных типов данных, как массив, в принципе, нам это, то есть он не является, нет основного такого типа данных массив в Python. Но если набрать ключевое слово, такое есть. Так. Python.org, да, наш сайт. Вот, массив, да, то есть как такового. Ключевое слово есть, то есть создание массивов вполне возможно. Массив последовательность, ведущая на запись, списки, так. Но широко это используется, я говорю, в такой библиотеке, как NumPy, которая написана на C и расширила все эти понятия массивов. Так, с этим мы разобрались. Теперь еще раз повторюсь. А, нет, не повторюсь. Теперь нам с вами надо написать пару строк кода кортежей, которые мы сейчас будем рассматривать. И, что-то не то я открыл. Кортежи и словарей, да. До того, чтобы нам с вами немножко вникнуть, опять же говорю, вникнуть просто на уровне понимания. Не надо здесь сильно что-то заучивать. Это просто надо понимать и знать. Иными словами, чтобы не было для вас такое, что две звездочки, а что там же происходит? Вы должны просто знать, что происходит. А как это происходит, вас мало должно интересовать. Я вам покажу, как это происходит, но, в принципе, давайте дальше потом. Наша основная задача понять арк-кварк, проделать этот пример, и понять, в принципе, механизм, который за этим стоит. Поэтому нам пришлось, прежде чем, даже если мы не изучали, то мы, по крайней мере, познакомились с понятиями, которые нам нужны. Самое важное, сейчас я вас прошу еще, вот что я дополню. Ну, ребят, я сказал, да, что все основные типы данных, список, строка, кортеж, это последовательности в питон. То есть, пойдете сейчас там гулять на улицу, в магазин, порассуждайте, действительно, поищите последовательности в этой жизни. И подумайте, и сразу для вас не надо уже изучения того языка. То есть, вы уже не будете подходить, как большинство новичков подходит. Буду-ка я изучать сейчас списки. А что они делают? И вот он списки изучает, потом такими же большими глазами смотрит на кортежи, и у него в голове мешанина. Какая нафиг мешанина? Понять надо простую вещь. Это последовательность. Значит, дальше вся логика у вас работает. Вот у меня улица, вот дома с первого по десятый. Я могу пересчитать их? Могу. Единственное, что в жизни в домах вы не можете поменять порядок, да? Ну, тогда возьмите, вот выйдите на улицу, разложите 10 камешков, да? И возьмите один камешек, пересчитайте их, пересчитали. Ага, если это последовательность, пусть это кортеж, пусть это список, пусть это строка, значит, наверное, можно их пересчитать. Ищу метод, как пересчитать. Если это последовательность, наверное, я могу получить к пятому камушку. Ну, конечно, можете. Значит, я ищу метод сейчас, который есть. То есть, я уже знаю, что есть такой метод, потому что если последовательность и элементы пронумерованы с первой по пятой, то, конечно, я могу получить к четвертому доступ. Если это последовательность, я же могу доложить 11 камешек? Конечно, могу. Значит, я могу добавить элемент. Я могу убрать пятый камешек? Значит, я могу убрать пятый. А что будет тогда? Да, тогда надо взять, убрать, посмотреть, а что выведет? Какой теперь по списку этот элемент стал? Переменилось ли? То есть, поняли? Что здесь изучать? То есть, до изучения языка вы уже логически должны... Сейчас я вас научил понимать. А дальше всего лишь разобраться с методами списков, словарей, кортежей. Единственная разница между ними, это в ограничении. Если список будет иметь большое количество операций, он на это рассчитан, то кортеж будет иметь малое количество операций, потому что его нельзя изменить. Понятно, что и операций там много не может быть. Строка. Это тоже последовательность. Но опять, когда-то я писал курсы, и... Улс меня тогда запутал, конечно. Понимаете, нельзя сказать, что строка – это слова. Просто возможно в строках использование слов, да? На самом деле это просто последовательность символов. Потому что, да, вот допустим, Валерий – это слово. Хорошо, а если будет строка вот эта? Что это? Это слово? Нет, это некий набор, но это может быть шифр, да? Допустим, при передаче формы. Это код. Но ведь это тоже строка. Или открываем адрес, да? Адрес. А вот, допустим, где я на почте, да? Когда, сейчас, секунду. Вот, ссылка, да, вот. Это слово – это юникод. Но ведь это тоже строка. Это последовательность символов в новой юникоде. Но вы же не назовете вот это вот сейчас словом. Поэтому уберите с головы, что такое понятие, что строки – это ассоциация со словом. Это, ребята, грубейшее нарушение. Для вас, я вам показал, да? Для вас должно быть понимание, что строка – это последовательность символов. А вот если вы уже будете работать там с лингвистической библиотекой слов, то тогда вы будете работать… Да, я работаю сейчас с библиотекой слов, и для меня строки – это слова. Но изначально, как для программиста, грамотно будет размышлять только с одной позиции. Строка – это последовательность символов. В данном случае, если взять словарь, который мы записали, то мы можем сказать, мы имеем словарь, где ключ кей записан как тип данных строка. Значение варью записано как тип данных строка. Да? Потому что потом это значение может другим. Записано как тип данных строка. При этом вы не будете, конечно, говорить, что это последовательность. Это, я вам сказал, последовательность для собственного понимания. Чтоб вы не думали, что вот написали строку, да? Строка – это будет только слово. Именно слово из букваря. Нет. Мы с вами рассмотрели, что это может быть любой набор символов. Поэтому для вас, как для программиста изнутри, вы на строку смотрите, как на последовательность символов. А уже в зависимости от ситуации, у вас строка будет превращаться в слово, где-то в код. Но изначально вы рассматриваете как последовательность. И тогда, исходя из этого, вы тоже рассуждаете, к ней подходите как последовательность. То есть, если это последовательность, значит, наверное, можно добавить, наверное, можно переменять. И так далее, и так далее. Поняли? Спасибо.